здесь и разгон не наберешь потому что вот только сейчас каналов стали блокироваться сразу не жальчик но тут так надо ехать только газ полос так ребята давайте ставьте на паузу пишите комменты заедем нет ставки ставим так ладно все раз заблокировались мы заехали вот это его справа отъеду блин пиковый доме на горе она цепляла 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 я уже боял что она сейчас не хватит на разоргается вот что испугался но нет классно него 2131 начнем с чего внешний вид смотрите бампер я уже купил этот бампер у меня уже лопнул это в том году на покатушках лопнул здесь снизу тоже все поломано такой же новый купил с противотуманками лежит дома заняться некогда чё сын поехали садись по посадке 31 нивы здесь есть один нюанс вот это вот расстояние в ней очень маленькая вот это динамики если будете ставить ребята советую сюда их ставить не нужно они мешают ставьте вот сюда ребята почему смотрите когда садишься ногу то есть вторую когда закидываешь постоянно нужно ну только постоянно башни задевать вот видите я не знал говорю вам сюда не ставьте динамики только сюда садимся в автомобиль нету сын рулев подвинемся у меня рост метр восемьдесят два отодвигаюсь максимально максимально спиночку откидываю пристегиваемся сын пристегиваешься сразу ремни пристегивается всем тоже пристегнется вот сегодня чего у нас сегодня 1 ноября ребят и так прокатнемся ключ вставляется с левой стороны от рулевой колонки накачиваю давление бензонасосом завелась у меня пробег на этом автомобиле и смотрите автомобили пыльный потому что после покатушек убирать ческать не успеваю 22 тысячи пробега давайте прокатнемся что-нибудь вам расскажу что за двадцать две тысячи так сзади у меня багажнике лежит домкрат гидравлический возможно будет греметь у нас были даже не дожди был снег грязь была но сейчас уже все подсохло но вот хотим съездить посмотреть в овражках возможно есть грязь так а тут мы походу никто перекопали давайте включаю пониженную нужно потихонечку не не спешить тут перекопано чуть-чуть газ поддаем вот видите легко прошли вон поросята бегают дикие поросята ну как они называются вроде как дикими соках шоксон прилично свободно пасутся так понижая очка выключили мы поехали дальше да вот счет поросят смотрите гуси у человека ну то есть полноценное фермерское хозяйство вот мы приехали с вами есть немножко грязи вот по ней от мы поедем потихонечку вода стоит еду на первой прямой давайте остановимся трогаемся да вот слышал когда трогаешься как когда я да это это самоблоки срабатывает напомню у меня установлено два самоблока от производителя в это вот ждем ждем конечно когда будет грязь да есть такой характерный своеобразный звук когда срабатываются самоблоки когда на ниве двигатель принципе стоит слабенький 83 лошадиных сил не вы выигрывает за счет ребята понижающего ряда передач только ради него в автомобиле выезжает никогда автомобиль не тяните чтобы он в нагрузку шел всегда переключили понижаючку и на понижаючке кайте чтобы обороты на тахометре всегда были там от двух тысяч чтобы двигателю было намного намного легче что за 20 тысяч автомобиля у меня по двигателю проблем ребята никаких не было что поменяли натяжитель цепи нами на механический заменили в принципе с двигателем больше ничего не делал масло как и говорил меня каждый примерно 7000 километров лью в основном лукоил генезис нас это масло устраивает что первое что во вторую машину так мы и заливаем до выехали в поле но грязи нету 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 хотелось бы конечно и все ребята ждут когда будет грязь выехать покататься поснимать видео сейчас видео снять но вот по такому кататься не интересно надеюсь вот посмотрите сами когда грязь будет интересно и за заезды по буксовать и можно будет да в этих местах раз будет интересно вот вот смотрите начинается подъем первую включил пониженную и на ней качестве спокойненько потихонечку запас мощности двигателя на пониженной вполне 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 вот смотрите две с половиной тысячи на первой пониженной вот она уже никак автомобиль не заглохнет я смотрите налево поедем по диагонали налево оп 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 что хорошо с сама блоками ребята сейчас выключу понижаю чку пойдем дальше там есть переезд речки возможно там есть грязь по поводу сама блоков чё хотел сказать вот в такой момент когда автомобиль выходит в движении в диагональное вывешивание то самоблоки срабатывают у стандартных неф которые завода установлена свободно дифференциалы там получается автомобиль выезжает к лицу в колесо вывешивается она начинает пробуксовывать дифференциал не блокирует и машина в таких случаях останавливается и колесо одно буксует самоблоками ситуация другая там в движении автомобиль идет колесо одно вывешивается и дифференциал то есть дифференциал повышенного трения которые установлен он срабатывает и свободное колесо это колесо которое нагружено она начинает двигаться и за счет этого автомобиль намного легче выезжает кто не знает примерно установка одного самоблока с покупкой ну в пределах 15000 рублей это купить установить там масло там вот в среднем где-то я посчитал все зависит от производителей вот у меня стоит два самоблока это пределах 30 тысяч ну в управлении автомобиль я думал что будет в управление автомобиль по-другому кататься но нет зимой так наперед самоблок я установил на 9 нет на 7 килограмм перед натяга еще зимой не катался зимой я катался только на заднем когда установлен был самоблок с места на льду газ в пол даешь трогаешься и вот он вроде начинает пробуксовывать а потом слышно как сзади плотируется и ну прям намного лучше едет автомобиль с двумя самоблоками я думаю будет еще интереснее интересно трогаться в городе с перекрестка с кем-то там так сказать соревноваться немножко на ниве очень это прикольно вот такой пейзаж у нас вот помощь куда мы едем тем где буксовали мы там у вас был вот но мы летом ездили там все к сожалению было уже высохло сейчас доедем посмотрим что там есть урожай уже убрали сегодня 1 ноября у нас как ни странно вся эта неделя плюс 10 погода отличная теплая ночью морозов пока тоже нету именно вот на эту неделю морозы уже были до минус пяти доходило вот на моем автомобиле установлен автозапуск starline сигнализация установлена вот очень удобно утром не надо садиться холодный автомобиль то есть мы завел с дома смысл как это все работает ты когда подъезжаешь к дому вот поднимаешь ручник электроника срабатывает то есть составит автомобиль уже в режим ожидания то есть сигнализация все автомобиль глушишь автомобиль работает сцепление отпускаешь автомобиль остается на нейтральной передаче все автомобиль подкинул вышел поставил на охрану он заглох только в этом случае на механической коробке передачи он заведется с утра с кнопки так что очень очень удобно чего нужен лично мне вот этот автомобиль как и говорил ранее мы живем в основном на даче потому что есть такая у нас возможность есть своя дача мы живем надо чем с весны до поздней осени это раз то что пятидверный автомобиль он дороже короткой нивы ненамного но он функциональнее сзади есть место где можно посидеть свободно 3d ниве уже таких условий ребята нету что-то можно перевести пятидверном автомобиле завтра вот поедем и с детьми кататься сядем все и я вам покажу давайте вот здесь что-ли заедем посмотрим понижаюсь включим и дифференциал заблокировал с окно открою окна открывается здесь стеклоподъемники есть такие будем слушать поехали потихонечку да свободно свободно сейчас назад сдам ну конечно буксует резина у меня matador из arda купил в этом году 215 65 16 по моему диаметр резина классно ребята там есть боковой грунта зацеп так давайте дифференциал разблокируем но и пониженную выключим на первой повышенной до проблем никаких нет но говорю дождей нету ничего такого нету вот посмотрите автомобиль колеса попачкали по поводу резина из arda at2 тут есть боковой грунтозацеп ребята очень хорошая резина что хочу сказать по поводу резины 215 резину если брать и машину не лифт не делать определенно или крылья не резать будет вот такая проблема будет задевать когда кузов нагрузки опускается будет задевать краем резина вот сюда если ставить 15 то будет отлично но с 16 и 215 немножко будет задевать здорово а если видео ребята подъехал товарищ с нашей группы вайбер полный привод 56 могут привет мега тоже мучаемся не знаем где покататься дворец есть какие-то какие-то горки недалеко так что с вами наедем все погнали ну что с митсубиши посмотрим стеганов понижаете к блокируем обязательно вот и потихонечку скатимся у нас база подлиннее сможем конечно сможем даже без каких-либо может донсоваться почему хочу вот смотри у нас первое понижено для нас это легко ну слушай а прикольно здесь когда грязь покататься до автомобиль едем хотим прокатнуться вот такой у нас автомобильчик собачка какая красавица не может погладить откаткусь другу для нее класс ладно сам сейчас катнемся посмотрим сейчас все самобойте 2 до 1 понижена она вообще едет как велико но давай скатнемся автомат 4 автомат суперсель очень удобный автомобиль просторный так главное чтоб там не воткнуться нам с тобой нормально держит отличненько отличненько а у тебя дисковые все тамазы вентилируемые все диски ну и сейчас попробуем обратно также давай за и а потом на моей до автомат конечно я всегда говорю что на автомате даже интереснее кататься по бездорожью по беззадорожью не нужно ловить скорость а как это происходит на механической коробке передать я сейчас полно включила хотя можно без него и так а мы вон там с тобой заезжать почему вот вот по саму не этот мы сейчас заезжали мы спускались вот смотри вот вон вешаться на это мы вряд ли заедут давай попробуем потом на моей попробуем давай сейчас направо вставай в позицию и вот здесь сверху попробуем заехать так вот так вот до ней ну да стена но ничего попробуем через чертов черт а тот мир свечкой стоит вот на надо нужно разгон да давай потихонечку попробуй докуда она сможет не спеша прям потихонечку да здесь конечно очень очень круто немножко да говоря да добавь сдавай больше страшных чем а вот если я подигонали но вино можно доганали можно ковыкну да 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 крутовато смотришь вот ничего но так всегда а если вот здесь по диагонали заехать сможем да да попробуем аллашки надо заезжать вон 9 pgs песок вот она она будет интересно все а вот еще часто стал диагонального вешения да да и все да дифференциалы свободны прочую я вам ребята и рассказывал у них есть завода задний буксуем лорочку бокса нормально но пошли на мои попробуй на собаку нельзя погулять до него да там видел стена какая вот так вот так вот высоко но сейчас могу здесь попробуем вот сейчас вот здесь вот попробуем сейчас там остановимся и на моей самоблоками попробуем пошли садись поехали но судьи не вы выигрывают за счет понижающего ряда передач вот для этих вещей конечно а я не включал у меня тоже понижайка есть уже сегодня но преимущество у него супер селек то в том то что в процессе езды сам перекидывает момент мы по весне катались пацанами получается патриот застрял длинный патриот шевик застрял а мне получается он начал тонуть в этой же лужи и морда выехала на сухое так смотрите давайте вот здесь эксперимент простой без понижайки на повышенной дифференциал не блокируем вот говорю давлю газ ей не хватило можно конечно разогнаться но именно с этого места если попробовать для этого на нере существует понижайчик чисто понижайка потихонечку тяжело вата а начинает буксовать теперь дифференциал блокируем просто заблокировали дифференциал 2 самоблок канава канава по сверху выезжаешь не видно так а вон смотри какие диагональные там интересную вещь вот выехали сыном покататься это посмотрим что-то нормально там хотели проехать не спуститься то можно чего и подняться можно вот здесь то мы и поедем я занимаюсь поехали садись вниз нормально нормально понижать у тебя сколько лошадей но одет 83 вот здесь без без понижать и извини меня никуда не поедешь или страшно или но и нафиг удержит тормоза смертельный номер так див заблокировал здесь будет интересно заезжать я межпочем бампер новый купил лежит еще ничего не делал так я судясь развернемся и попробуем заехать здесь и разгон не наберешь потому что вот так часто на устали блокироваться сразу понижалечка ну тут только надо ехать да только газ полосы так ребята давайте ставьте на паузу пишите комменты заедем не отставки ставим так ладно все вроде заблокировались мы заехали вот это ты можешь пробовать да не отъеду блин пиковый дом на горе она цепляла 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 я уже боялся что она сейчас не хватит на назад играется вот через пугался но нет классно ребята я очень и очень доволен вы представьте как круто и какой грунт вы просто представьте вот в этом моменте вот именно в этом моменте когда уже машина стояла в пике колеса начали буксовать я уже вот здесь испугался что она просто покатится назад возможно что без самоблока автомобиль бы сюда не заехал за счет самоблока в то что четыре колеса все-таки гребли вот здесь мы вышли вот так вот прикольный к прикольника на столе немножко сыном покатались встретили своего подписчика получилось прикольника сейчас приехал на моечку заедем помоем автомобиль потому что хоть лучше нету но мы за и заехали в самые смачные на брызгевиках грязи много вот так что понравился видос обязательно лайкос вот светодиодные фары то есть лампы не фара как говорится светит отлично все давайте подписывайтесь там ребята все будьте здоровы не болеть нам всем пока все вот все